Здравствуйте! В эфире «Будьте здоровы»! Программа о том, как найти и современные, и годами проверенные подходы в лечении и профилактике различных заболеваний. Меня зовут Ольга Преснухина, и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время оказанию первичной медико-санитарной помощи именно сельскому населению уделяется особое внимание со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации. На эти цели направлен и приоритетный национальный проект улучшения первичной медицинской помощи в Российской Федерации. В течение двух лет у нас в Ярославской области за счет средств федерального бюджета, в рамках этого национального проекта построено в 2018 году две модульные конструкции ФАПов. Это село Зазерье Углического муниципального района и село Богородское Мышкинского муниципального района. А в 2019 году четыре модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов. Это Даниловский район, Никаузский, Рыбинский муниципальный район и Ярославский район. Кроме этого, для приближения медицинской помощи именно к жителям удаленных районов, удаленных населенных пунктов, закупаются передвижные фельдшерско-акушерские пункты. В 2018 году было приобретено семь фельдшерско-акушерских пунктов передвижных и два передвижных флюорографа. А в 2019 году четыре передвижные фельдшерско-акушерские пункты и два передвижных флюорографа. С учетом уже работающих у нас на территории Ярославской области с 2014 года трех передвижных ФАПов, Значит, на сегодняшний день у нас функционирует в муниципальных районах 16 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и четыре передвижные флюорографа. Ну и для того, чтобы понять, насколько необходимо для местных жителей появление вот таких фельдшерско-акушерских пунктов, давайте перенесемся в Белкино и посмотрим сюжет оттуда. Измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму и проверить холестерин. Далеко не в каждой больнице есть такой функционал. Похвастать спектром услуг теперь могут жители Белкино. Здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт. Раньше они обращались в поликлинику «Красные ткачи». Транспорт здесь не ходит, поэтому с колясками дети и взрослые передвигались пешком. Отдаленность примерно километров 9. На обслуживании ФАПа больше сотни пациентов. В летний сезон их количество вырастает в два раза. В большинстве своем это пожилые люди, поэтому фельдшер будет вести работу и на выезде. Работать буду пока три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, вторник и четверг буду выезжать на передвижном мобильном ФАПе в отдаленные населенные пункты нашего района. Много населенных пунктов, где нет фельдшерских пунктов, ФАПов. Поэтому нам закупили автобус. Мы проводим на автобусе диспансеризацию взрослого населения, оказываем помощь. Довольно серьезные изменения и снаружи фельдшерско-акушерского пункта. Здесь появился забор, дорожки и даже пандус для людей с ограниченными возможностями. Но самое главное, что при строительстве ФАПа ни одного дерева вырублено не было. Ни для расчистки местности, ни для возведений на ней. Новое здание словно конструктор собирается по блокам. Но перед тем, как соединить пазл, нужно было провести еще несколько манипуляций. Просто пришлось отсыпать достаточно много грунта, сделать водоотведение. Ну а подтянуть освещение, повесить фонари, потому что поселок оказался очень темным. Поэтому мы теперь, как тот луч света, освещаем территорию и для граждан обычных. Фельдшерско-акушерский пункт обошелся в сумму около 5 миллионов рублей. Данный фельдшерско-акушерский пункт открывается в рамках национального проекта здравоохранения. На территории Ярославской области в этом году будет открыто 4 типовых фельдшерско-акушерских пунктов, точно таких же, в разных районах области, что в свою очередь приблизит качество и доступность оказания медико-санитарной помощи. Здравница в Белкино начнет свою работу уже в следующий понедельник. Ну и мы возвращаемся к нашей беседе. Расскажите, по какому принципу выбираются населенные пункты, где появляются фельдшерско-акушерские пункты? Ну, в соответствии с рекомендациями Минздрава, в 2019 году модульные конструкции фельдшерско-акушерских пунктов должны быть размещены в населенных пунктах численностью больше 100 человек и находящихся на расстоянии свыше 6 километров до ближайшего структурного подразделения медицинской организации. То есть это так называемые населенные пункты вне зоны доступности медицинской помощи. Так, и расскажите, как идет подбор специалистов, которые там работают, откуда они направляются? Ну, на сегодняшний день все открытые фельдшерско-акушерские пункты и передвижные ФАПы укомплектованы специалистами. Работа уже начата. Значит, передвижные фельдшерско-акушерские пункты работают по предварительно сформированному графику, а также, что очень важно, используются для диспансеризации населения, проживающих в удаленных населенных пунктах. Ну и, я так понимаю, ФАПы, они укомплектовываются всем необходимым оборудованием, так? Конечно, все ФАПы получили лицензию на медицинскую деятельность и оснащены в соответствии со стандартом оснащения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения. Люди какого возраста преимущественно становятся пациентами ФАПов? Это пожилые люди или все население? Нет, все население населенных пунктов, которые закреплены за конкретным ФАПом. Наталья Владимировна, большое вам спасибо за то, что приняли нас у себя и подробно ответили на наши вопросы. А я хочу напомнить зрителям, что десятки километров пешком до больницы у них остались в прошлом. В 2018-2019 году в Ярославской области в небольших и отдаленных населенных пунктах построили и открыли ряд фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы укомплектованы всем необходимым современным оборудованием. Работу на месте ведут высококвалифицированные специалисты. ФАПы открыты в рамках национального проекта здравоохранения. О том, какой объем работ был выполнен для того, чтобы появились данные учреждения, и заработали в полную силу. Об этом не только нам сегодня рассказала председатель комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Сулина. Подолго сидите за компьютером на работе или дома перед телевизором и в теле возникает напряжение, мы нашли решение. Небольшие разминки с профессиональным фитнес-тренером. Впереди рубрика под названием «Движение жизни». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Коржевина, я фитнес-тренер. Сегодня я вам покажу небольшую тренировочку для дуга. Если вы захотите ее продлить, то вы можете повторить 3-4 круга. Встаем в планку, исходное положение на прямых руках. Повторяйте за мной. Эту связочку мы повторяем 10 раз. Животик держим. Ложимся на живот. Ручки ставим у груди и не отрывая от тазовых костей, поднимаемся. Это легкий вариант отжимания. На выдохе мы поднимаемся, на вдохе опускаемся. Плюс растягиваем переднюю поверхность. Прессом. Дальше мы начнем укреплять спину. Если вы будете делать эти упражнения каждый день, то ваша спинка скажет вам спасибо. 10 раз поднимаем прямые ручки вверх. На выдохе. Теперь кладем ручки под лоб и поднимаем также прямые ножки. Коленях не сгибаем. Дальше мы делаем 10 раз. Вытягиваем ручки вперед. Ножки прямые. Повторяем все то же самое, только вместе. Дальше мы делаем 10 раз на выдохе. Без резких движений. Задержимся. На 30 секунд положение ручки назад, ножки вверх. Не задерживаем дыхание. И завершающее упражнение у нас будет планка на локтях. Втягиваем живот, втягиваем ягодицы, стоим и двигаемся. Стоим максимально до 2 минут. Осторожно встаем. Подтянемся. Хорошего дня. Вы смотрели программу «Будьте здоровы». Меня зовут Ольга Преснухина. Не болейте и оставайтесь на Первом Ярославском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...